Всем привет! Долгожданная для многих рубрика новости Турции. Ну, я думаю, что это вы видели в своих странах в новостях, если не вы живете в Турции. Об этом очень многие страны, СНГ наши страны по-советски тоже об этом рассказывали. В России в новостях было о том, что Стамбул замело. И, как бы правильно выразиться, был апокалипсис природный. Но этот апокалипсис был не только в Стамбуле, также в Анталии. Да, последний раз, я не знаю, за сколько там, за 50 вроде бы как лет. В Анталии выпал снег. Ну, снег такой, знаете, он не лег, конечно, там очень-очень холодно. Напоминаю, что у людей там в основном нет отопления. Отапливаются электричеством, обогревателями и всем прочим. В общем, центрального отопления в большинстве домов практически во всех там нет. Очень-очень холодно. Летел снег, я видела видео, оттуда мне подружку записывала. В общем, интересненько, да, необычное такое событие. Например, ее муж-супруг, которому сейчас где-то 40 лет, он сказал, что никогда в жизни, живя в Анталии, снега он вообще за все это время не видел ни разу, первый раз в его жизни именно в Анталии. Стамбуле был снег. Знаете, честно, я бы, вот живя здесь, как говорят, вот, там чуть ли не в новостях, вообще сказали, 70-80 лет, не было такого снегопада активного в Стамбуле. Ну, честно скажу, брехня все это, потому что 7 где-то лет назад, я прекрасно помню, был снег похлеще, чем этот. В чем особенность снега здесь в Турции снегопада? Что он очень, знаете, как ливневый, он с дождем, очень мокрый, липкий. При минусе он быстро застывает в лед, почему все не могут, как бы, ехать, останавливается коллапс дорожный. Наметает так быстро, буквально за 3 часа. У нас в этот раз намело там по колену, по колену снега было. Из подъезда просто, короче, не выйдешь, тебя заметает. Все. Супер холодно. Я бы прям не сказала, что прям капец какой дубак. Когда не было снегопада, до этого дни были, было гораздо холоднее, чем в тот день, когда был снег. Если вам надоело жить по указке других, испытывать при этом чувство вины, вы разучились мечтать и вообще не знаете, чем заняться, чего хотите от жизни, хотите поднять свою самооценку и научиться, наконец-то, расставлять личные границы без ущерба и вреда для окружающих, тогда вам точно нужно к нам на марафон, который стартует 3 февраля. Хватит соответствовать запросам родителей, мужа, близких, окружающих и жить по их советам, пора иметь свое мнение и свои желания. А что такое эти истинные желания и как их найти? У нас будет 4 прямых эфира в закрытом аккаунте в Инстаграм каждый четверг в 20.00. Все эфиры всегда остаются в записи, вы можете посмотреть их гораздо позже, вернуться к ним или через какое-то время возобновить все эти знания, снова все это изучить. Также у нас будет чат в WhatsApp, собирается группа участников, которые друг друга поддерживают, обсуждается эта тема. Помимо этого будет 7 заданий психологических техник для того, чтобы понять, что такое истинные желания, как их начать слушать, как это отделять от просто шумового мусора, который у нас в жизни вокруг происходит, начать слушать себя, прислушать, любить себя, поднять себе самооценку и как расставлять личные границы. Вся информация о марафоне у меня в инфобоксе есть в моей почте, пишите просто «хочу» в марафон, и я вам пришлю информацию о стоимости, условиях участия, датах, сроках. Спасибо за внимание, сейчас продолжаем просмотр. В общем, в принципе, погода такой, градус низкий стоит в Стамбуле, что не характерно для такой прям январской зимы, прям зима, ну не прям лютая, ну холодная, честно, прохладная погода. Ну аль-минус, как в России это ощущается, типа минус 10 градусов, потому что влажность высокая. Ну давайте про сам коллапс, честно, такого, чтобы прям трагедия была, я бы это не звала, это более позитивно. Турки ждут порой снега, очень по нему скучают, обожают сосульки, едят снег. Был типа аля-челлендж в программе, в твиттере и в тиктоке могли видеть видео, где люди отпечатывали свое изображение лица в снегу. В общем, катаются с горок сразу же, горки естественные, потому что у нас такая гористая место в Стамбуле, и возвышения различные, ничего строить не нужно, снег только нападал, он уже вот скользкий, он подмерзает под снегом сразу лед, и, соответственно, все сразу начали кататься. Классные видео в интернете в моем районе тоже. Кто-то вытащил сноуборд, горные лыжи катались. Если у меня получится по авторским правам, я вставлю эти видео вам сюда, скачаю с интернета. Прямо, короче, кайфанули, честно скажу, было классно. Супер, короче, зима состоялась. Какие последствия социальные, что вообще в этом плане произошло? В аэропорту Стамбул в Новом обрушилась крыша на складах каргу, где вот эти посылки, грузы всякие. Почему она сломалась? Дело не в том, что это плохо как-то построили, потому что, во-первых, она была стеклянная, во-вторых, что снег, вот он очень влажный, тяжелый. Это природное явление, этот несчастный снег сумели политизировать здесь, и развелись огромные дебаты, вот они до сих пор еще не закончились. По поводу аэропорта. Естественно, закрылось транспортное сообщение между городами сначала, автобусы прикрыли Анкара, Стамбул трассу. Ну да, недолго, день она фактически там не работала, все это, естественно, потом чистили. В общем, с этим проблем нет. Но в аэропорту Стамбула застряли люди, которые хотели там во вновь все страны мира. Это было несколько тысяч человек, которые прошли где-то паспортный контроль, и кто пришел на регистрацию, они в разных там частях аэропорта застряли. И застряли они там на три дня целых. Вылета так долго не было. Сначала потому что снег падал, потом он, блин, начал таять, не могли очистить взлетную посадочную полосу тоже. То есть эта проблема была, то есть это вы, конечно, были не готовы к такому количеству снега. Ну такое бывает раз в 5, в 7, в 10 лет. Я уже здесь проживаю так долго, я уже пару раз такой именно коллапс видела, было все то же самое, ну как бы ничего нового. Почему к нему не готовы? Потому что это бывает раз в 5 лет, и готовиться к этому там трактору условно держать, там суперлопаты или еще что-то, или куча там запаса реагентов, ну смысла в этом как бы нет, это бывает очень редко. И это бывает на 1-2 дня, напоминаю, да, в году. Так вот, в аэропорту застряли эти люди, что ужасное. Им не предоставили ни гостиницу, ни питание сначала. Начались протесты, тем более же иностранцы. Из Европы очень много людей было, которые знают свои права и не позволяют их, скажем так, припирать. Начались такие а-ля митинги внутри аэропорта, уже в зоне дити-фри. Люди собрались, ну спали на полу, естественно, там все понятно, у кого деньги закончить, там еда, вода, вся история. Они требовали гостиницы, стянули туда полицейских, да, чтобы не начались какие-то протесты. Короче, эту историю все поддавили. И как бы там, мы же вам пообещали, там, к часу дня, там, в тот день, когда были протесты, откроются вылеты и так далее. В общем, потихонечку всех потом, когда вы открылись вылеты, располкались, отправили кто куда. Да, ну факт такой был, да, люди здесь, местное население, я же в новостях рассказываю, о чем думают местные, они-то отметили и заметили, что опа, полицейских стянули, даже не постеснялись, скажем так, иностранцев, граждан других государств присмирить, да, воздействие какое. То есть любое протестное настроение, оно показуемое. О чем, собственно, тут многие знают и, в принципе, и боятся, да. Помните, как 10 лет назад какие протестные движения были, да, я помню, перестрелка на такси и вся прочая история, запарка, типа, да. Но, в общем, тут, в общем, оппозиция еще есть жива, и если какой-то политический момент возникает, даже социально, они приводят в политическое русло, и начинается история, придя в каких-то, короче говоря, скажем так, этим пользуются. И вот это вот соперничество ведущей партии оппозиции, оно всегда происходит, кто бы там ни был у власти, или кто бы ни был в оппозиции. В общем, с горем по валам история с аэропортом закончилась, люди улетели, мне очень жаль этих туристов, и вообще людей, которые воспользовались, да, этим, в этот момент оказались в этой ситуации. К сожалению, очень жаль. Очень много исков направлено в турецкие авиалинии, они тоже отказались там что-то гасить материально. В общем, это немножко политический момент, сейчас расскажу почему. Потому что мэр в Стамбуле, который сейчас у нас там избран, Стамбул — это самый крупный город, да, это финансы все страны, хоть это не столица, да, деловая бизнес-жизнь здесь, социальная в том числе, и культурная, назовем так в кавычках, столица страны. Здесь все деньги крутятся, вся культура, все движение. Кто здесь у рубля, это показывает, это перспективы на президентство в будущем, парламент, вся история, понимаете, да? Как и везде. Так вот, мэр оппозиционный, и каждый раз на него пытаются какой-то компромат, любой историей воспользоваться, чтобы показать, какой он несостоятельный, да, чтобы этого человека, скажем так, ну не прямо позорить, а порочить, ну короче, показать какую-то недееспособность, что он не очень хороший, не перспективный правитель и тому подобное все. В общем, дискредитировать каким-либо образом. Так вот, снег сразу же пошло у нас в Иннете, а, Кстамбул не готов, это все вина мэра и его, короче, аппарата, дороги не чистят. Хотя, кстати, я даже отмечу, вот на моей улице, в моем районе, где я живу, шел снег, через 2-3 часа наболил снег. Раньше его минимально там чистили, через день он сам, конечно, просто растает быстро, через 1-2 дня. Но уже через 3 часа, как пошел снег, у нас уже под домом ездил трактор от муниципалитета, чистили главные дороги. То есть раньше такого вообще не было. На самом деле, вот как жители, я могу сказать, здесь подрядились в этом плане, неплохо в этом году, с этим справились. Да, были трудности, но в наш двор на следующий уже день приехал, трактор там все почистил, чтобы мы могли ходить там, не падать, до асфальта вся вот эта история расчистились, лед откололи. Хотя раньше, я честно, у меня уже есть опыт. 5 лет назад ждали просто тупо, когда оно все само растает, никто ни о чем не переживал. Когда была другая, мэр была другой правящей партии, на минуточку скажу. В общем, пытались, короче, в СМИ, в интернете, погняли огромный хайп с вот этого снега. Короче, типа, капец, какая проблема. Это была супер капец проблема в новостях, но мы каждый раз с этим сталкиваемся, ничего нового, и супер какого-то коллапса, честно скажу, не было. Затем началась отмашка, а вот этот аэропорт Стамбула стал опять этой же точкой, потому что это государственный аэропорт, турецкие авиалии, не государственная компания. Началось, что вот, наверное, турецкие авиалинии много, они отказались как бы чего оплачивать, очень многим людям не компенсировали вылет и просили за свой счет покупать билеты. Оппозиция отдвинула на эту сторону в Твиттере, в интернете, смотрите, гос, короче, учреждение, ничего никому не гаснет, не компенсирует, бла-бла-бла. В общем, вот эта вот стычка, война оппозиции и правящей партии была вот через этот долбанный снег, через эту ситуацию, каждый пользовался как мог вообще этим моментом. Но, несмотря на это, я всегда, вот, мне нравится воспитание турецких людей, вы, может, об этом слышали, знаете. У меня муж ехал, внимание, 20 километров с 3 часов дня до 11 вечера. Он попал в этот там снегопад, короче говоря, да, в этот трафик огромный. Он не мог бросить там машину, он был больной у нас, гриппом с температурой, еще при этом был бедный, короче, мой муж. В общем, люди бросали, как всегда, машину и шли пешком домой, кто не стоял, не мог уже, сил не было в этой пробке стоять. Люди сразу у нас в районе, как минимум, кинули клич, кто живет там возле дороги, где-то, у кого дома рядом стоят, кто может, теперь принесите горячий чай, еду какую-то, помогите, как всегда, семиты, что-то. У нас быстренько организовались на районе, кто-то сварил дома тархана, чурбасы, кто-то чай заварил, кофеек, пошли быстрее, понесли. В общем, это было ночью, если что, в 12 ночи вся история. Короче говоря, люди всегда у нас здесь друг другу помогают. Многие домой забрали бродячих собак, которые уличные, собаки огромные, по 5, по 6 штук. У меня, по крайней мере, на районе. Я говорю, напомню, у меня район в этом плане очень добрый, активный, граждане, защищают животных и тому подобное. То есть у нас всех этих животных разобрали по домам, по квартирам, кто на виллах живет, кто в частные дома и так далее. Но самая была обсуждаемая тема до снегопада, и, кстати, эту тему очень хорошо вот этим политикой снегопада перебили в новостях, что выходили там репортеры, CNN Turk, например, возле офиса онлайн, снимали, как убирают, блин, снег, а какая там пробка. И, понимаете, то есть раздували, максимально выжимали этот инфополод, потому что буквально за несколько дней до этого тоже, кстати, на канале Дождь в России было интервью, давали комментарии. Это Седев Кабаш. Это журналистка, очень красивая, ухоженная, приятная женщина. Она всю жизнь работает в журналистике, на телевидении. И в одной из программ таких, а-ля там, ну не прямо уж оппозиционных, но дебаты, короче, да, несколько часов у нас каждый раз в неделю идет такая программа, обсуждают, что там в стране происходит, новостную всякую повестку, политику, в том числе социалку. И вот она перефразировала турецкую поговорку и попала под статью оскорбления президента. Здесь есть такая статья, прям так написано, оскорбление президента, там, в публичных там местах, в общем. Она на телеканале пересказала поговорку, обозвав президента крупнорогатым скотом. На самом деле, там слово вообще бык, оно оскорбительное в Турции. И, ну, короче, если я по-русски скажу, не хочу прям именно цитату этой поговорки называть, ну, короче, чтобы мне нельзя было за авторский братом притянуть за мои слова, я перефразирую по-русски, то есть, если, собственно, крупнорогатый скот будет править, как бы, стороной, да, если у него в голове, как бы, не особо солома, скажем так, то чего вы будете ожидать от скотного двора, в котором он пасется, то есть, дворцом это не станет, это и будет скотным двором для крупнорогатого скота. Суть, если так, в общем, да, я свой, это чисто мой пересказ, смысл такой, да, вы поняли, но это поговорка, это не оскорбление какое-то, и она прям перефразировала, она не звала, это слово быка, назвала крупнорогатый скот, прошло буквально неделя или что-то дней, десять где-то, когда про властный канал один подал, типа, проверку на вот это высказывание, начали, короче, сушумиху-то поднимать и ее арестовали. Ну, как бы, да, такое себе, да, и очень все, кто оппозиционные, демократические каналы, телеграм, инстаграм, вся история, все начали очень активно за нее, как заступаться, максимально, это была прям повестка дня, номер один все по телевизору, вот именно в соцсетях, в Твиттере это обсуждали, чтобы про нее, это инфоповод, да, инфошум пытались сделать, чтобы ей было минимально какое-то наказание, сейчас эта история вообще подвисла с ней, все переключили очень активно вот эта история со снегом, пришла буквально через несколько дней, дня через два-три, и все, у нас весь интернет, все новости, все там, соответственно, конечно, чтобы, блин, не было вот этого резонанса политического с задержанием этой женщины, так что о свободе слова, о чем мы тут вообще говорим, все понимают, все прекрасно, у нас как один меняются всякие министры, министр юстиции на днях поменялся, в общем, даже об этом, скажем так, вдаваться не буду, увы, это, приезжаю тут представительство из Катара у нас, по поводу опять финансирования, сотрудничества и так далее, в общем, все, шатка, валка, потихоньку дальше живем, про людей, что хочу отметить, про настроение, экономическая ситуация, вообще ничего не меняется, по короне у нас не закрыты никакие учреждения, никакого карантина нет, просто сейчас две недели дети, как и должны, у нас закончился первый семестр, на каникулах находятся, и выходит, они в понедельник, 6 где-то февраля, наверное, будет понедельник, поэтому такое естественно, все как бы каля дети на карантине, да, подтверждают, что омикрон это такой детский вид, скажем, назовем ковида, что дети очень сильно болеют, что еще, садики работают, но вот из-за снега, крайней мере, садик моей дочери был закрыт на неделю, очень у многих был закрыт, фактически никто неделю, как и все дома сидели, потому что тупо и холодно, блин, вот, в этом плане, все в принципе в порядке, но еще отмечу, что про экономику, уж напоследок вам скажу, что вы можете видеть в ТикТоке, и в Твиттере, всякие видео, фотки, и наши русскоговорящие, в том числе и турки, эту тему запустили, наши поддерживают, или скажем так, скопировали, позаимствовали, счета за электричество, вот это то, что накрутка цен, да, у нас повышение тарифов, оу-ла-ла, счета за свет, один там в Анталии, в Алании, полторы-две тысячи лир, это от пяти-семи тысяч рублей до десяти в принципе, почему такие счета именно там, потому что там отопления нет, и они все от электричества включают какие-то обогреватели, термо, там, одеяло, просто не вся вот эта история, то есть они как и отопление используют, поэтому очень высокие ценники, ценник тариф высокий на электричество поднялся, ну, они не могут, там еще снег падал, что вы хотите вообще, да, но все равно в рамках России это не так уж и много, в том плане, что за отопление центральное у нас, да, также такие счета приходят до десяти тысяч рублей, но на то и выходят по сути, и в Стамбуле здесь попроще у нас отопление, оно отдельно оплачивается, а электрические счета, ну, у нас, скажу, по своей семье, но мы не очень много электричеством, честно скажу, пользуемся, потому что днем там все работают, ребенка дома, знаете, вот такой чисто там стиральная машинка, готовка, иногда это духовка, и посудомоечная машина, это у нас выходит примерно там 250-300 лир счет, это тысяча, полторы тысячи рублей за электричество, но отдельно у нас отопление, вот такая история по экономике, короче, такой тренд, все показывают свои счета, ну и снег, конечно, ну такое, прям на старый, новый год, прям у нас было уже в январе, зима состоялась, если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, если вам нравится эта рубрика, хотите поддержать меня, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, и распространяйте видео в соцсетях, спасибо вам за внимание, снимаю специально для вас, чтобы вы знали, как здесь живут обычные турецкие люди, спасибо, всем пока.